Нашел я интересную статейку и работу в Минобразовании Насаевой Татьяны Александровны Огромная благодарность за ее работу 2014 года работы в физико-кондиционном состоянии кафедры Влияние электрического магнитного поля на электронные свойства графена Она тут провела много исследований по эффекту выпрямления переменных токов в графене То есть даже если подается переменный ток То есть по сути хаотично в любую сторону магнитной поля они все выпрямляются То есть графен должен впитать, это как-то переработать и выпрямить Графен выпрямляет Вот кто специалист, пусть подумает об этом глубоко и серьезно Потому что я не специалист Она тут проводила исследование по проводимости, электрической естественно проводимости Вероятность ионизации примесей в графене А у нас графен не чистый, у нас графен как влияет на примеси и так далее Исследование электрических свойств графена с примесями Как раз то, что происходит при введении графена в тело Повторяю, у нас электропроводимость крови очень высокая, потому что там соль Это по сути, ну, что такое физраствор? Это вода и соль Так вот, она исследовала вот вишенка на торт и влияние магнитного поля на взаимное выпрямление переменных токов в графене И что же она там нашла? Посмотрим Она там хорошо описывает, что такое графен, но это понятно То есть это однословный графит По сути, разделанный в один слой Но она хорошо исследовала, что будет при наложении двух графеновых решеток Исследования, оказывается, были еще с 1947 года Это полуметалл, на самом деле, тоже о многом говорит Есть запрещенная зона Я тоже удивлен Вот реально Что еще Ландау и Лившвиц сделали вывышу свободную идеальную двумерную пленку Можно получить невозможно из-за ее неизбежного быстрого сворачивания Я немножко в глубоком ахере, потому что Ландау, извините, это 20-30-е максимум годы Это просто что-то с чем-то Вот как давно все и глубоко все это шло Вот когда враг еще знал Вот эти масоны, исследователи так называемые Они знали о том, к чему все это приведет Да, тут исследование кристаллической решетки, описание Но это не суть Перейдем к сути Это я просто и отвлекся, пролистывая вниз Вот тут интересная фраза Что графен не только самый тонкий материал в мире На порядок прочнее стали Каким образом он на порядок прочнее стали, не знаю Но при комнатной температуре проводит электрический ток Лучше любого из известных материалов По сути это сверхпроводник То есть Он проводит сигналы от мозга А он в нервной системе концентрируется намного быстрее Соответственно если нервная система у нас сделана так Чтобы проводить это сигналы с некоторой задержкой То теперь нервная система работает иначе Соответственно уже только по этому принципу Мне кажется сердечко будет испытывать дополнительную нагрузку И вот мы переходим к сути Эффекты упрямления переменных токов В сверхрешетках и графени Она тут изучила Благодарю ее работы 1985, 1986 года, 1999, 2010 и так далее Эффект возникновения постоянного тока Возникает при воздействии Поляризованных электромагнитных волн Повторяю Лазер, свет Это тоже поляризованная электромагнитная волна Не было, не было ее Потом раз Лазер Либо просто Софит, яркий свет Посветил на графиноида Либо Электромагнитная волна Высокочастотные электрические поля То же самое Не было электрического поля Вдруг бум-бум-бум Музыка Вот этот вот большой Динамик В котором есть магнит И есть Соленоид Который создает магнитное поле Который трясет вот эту мембрану Соответственно Возникает Для тряски подается Постоянный ток Который возникает Который создает магнитное поле Внутри этого соленоида Чтобы Он взаимодействовал С постоянным магнитом Возникает вот именно тот самый вид Чередующихся резонансов Потому что все резонирует Все имеет свою внутреннюю частоту Соответственно И графен И тело Тело становится вообще антенной И ловит все радиоволны Которые там идут Что Видит Какие выводы Сделал этот автор Вот главное Что она нашла Это она провела опыты Одного из эффектов Связанных с неадитивностью Электрического спектра графена Важно Что если в образце Создано тянущее Постоянное электрическое поле А у нас в нервной системе Есть постоянное электрическое поле Около 1 вольта Местами до 2 А на поверхность падает Эллиптически Поляризованная волна То есть Свет Либо радиоволна Возникает постоянный ток Перпендикулярной напряженности То есть Направление тока вообще не важно Важно что ток появляется Поясняю Почему равна плотность тока Не важна Угол сдвига фаз Между компонентами Волны Что может быть используя Это все фигня Важно другое Важно то что Сам этот ток Он появляется Все таки Еще несколько вещей До финальных выводов В случае слабых полей Игенизация не очень сильно Происходит рост тока По стандартному Линейному закону Ома Да В ростом поле Величится количество Незервных примесей И так далее Вот тут она Графики делает Молодец Все верно Зависим из плотности тока От напряженности Электрического тока То есть чем выше Напряженность тока Напряженность поля Тем лучше Графен Чем выше температура Впитывает Как бы эту энергию Условно И преобразует ее В постоянный Электрический ток Постоянный ток Увеличивается С увеличением Концентрации Примесей А у нас в теле Куча примесей Это не чистый Графен Соответственно Чем больше Вокруг этого Графена Разных примесей Крови Там Нервов Тем Больше Он Создает Электрический Постоянный Ток Электрический Ток Присутствие Переменного Поля Привод к росту Вероятности Ионизации Как можно Сделать Переменный Ток Я расскажу Чуть позже Очень просто Плотность Увеличивается Температура Соответственно У нас Температура Внутри Тела Высокая 36 градусов Пропорциональной Сумме Равновесной Концентрации Носителей Заряд И концентрации Примесей Примесей У нас До хрена И еще Одну вещь Расскажу И потом Выводы Самое главное Вот Причиной Образования Постоянного Тока Могут быть Сильные Электромагнитные Волны Которые Заменяют Электронную Структуру Материала Дальше Эффекты Электромагнитных Он появляется В существенно Малых Величинах Электрического Поля Из-за Неадитивности Скажем Так Этот материал Был В центре Внимания И так Далее Например В некоторых Работах Уже Исследовано Эффект Возникновения Постоянного Тока Под влиянием Двух переменных Электрических Полей Со взаимоперпедикулярными Векторами Ну Вектора Могут быть любые В присутствии Магнитного Поля Постоянный Ток Возникает Когда Соотношение Частот Подающих Фол Равно Двум К одной Второй На самом деле Оно Возникает При Любом Отношении Частот Просто Не Так Идеально И чем Повторю Чем больше Примесей Как в нашем Теле Чем Лучше Чем Я Это Говорю Ток Вызывается Электромагнитными Волнами То О чем Я Говорил Еще С весны Наличие Постоянного Тока Поля Перпендикулярного Приводит Появление Постоянного Тока Вдоль Оси Просто Сила Ампера Действует Ну Она Рассматривает Плоский Графен А у Нас В теле Не Плоский Графен Но Все равно Это Влияет Потому Что Антенной Выступает Все Тело А графен Лишь Выпрямляет Токи Графен